День за днём Первое совещание в администрации Молодёжный исторический квест «Дорогами Победы» Росатом намерен развивать в России возобновляемую энергетику Более 10 лет работает совет руководителей предприятий Они сообща решают многие городские проблемы Общественные, социальные и политические На каждом очередном совещании намечается план совместных работ и путей его реализации О том, какие вопросы руководители решали на совещании, мы расскажем вам в нашем сюжете 24 октября в ЦИСО «Нейтрино» прошло очередное собрание совета руководителей предприятия города В повестке дня стояло два вопроса Первым докладчиком был глава администрации города Андрей Шубин Он представил презентацию о ходе выполнения совместного социального проекта «Любимый город» Этот проект работает с весны 2017 года и направлен на решение проблем, связанных с благоустройством микрорайонов и ремонтом дорог Андрей Николаевич рассказал, какие работы и в каком объеме уже выполнены Доклад был подтвержден фотоотчетом Вторым вопросом рассматривали план проведения общегородского экологического субботника, который состоится 1 ноября Вся территория города поделена между предприятиями и организациями Десногорска Намечена работа штаба, подготовлен инструмент и транспорт Остается надеяться, что погода в очередной раз не испортит праздник Смоленская таможня практикует новый механизм поиска подсанкционной продукции Она называется «многоконтурная схема» Пока сотрудники дежурят на магистралях, мобильные группы ищут нарушителей на объездных дорогах Таким образом, на одной из стоянок Руднянского района задержана крупная партия фруктов из Польши Машинам удалось пересечь российско-белорусскую границу, однако доехать до конечного пункта доставки груза Смоленска им было не суждено Во вторник в администрации Десногорска состоялось еженедельное плановое совещание представителей комитетов и служб города Вел его глава муниципалитета Андрей Шубин Какие вопросы обсудили, вы узнаете далее Как сообщили на совещании, коммунальные службы готовы к зимнему сезону Техника предприятия подготовлена к эксплуатации в зимний период В прошлой неделе завезли реагенты для очистки от снега и льда Поэтому предприятие работает устойчиво, повышение будет 20 ноября комитет по имущественным и земельным отношениям проведет аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений Мы предлагаем три помещения Одно помещение площадью 35,6 квадратных метров по адресу 1 микрорайон, дом 28, это бывшая гостиница Вега И два помещения по адресу 4,6, площадью 25,1 и 65 квадратных метров 22 октября в 10 доме 4 микрорайона произошло возгорание в мусорной камере Причина возгорания – брошенный тлеющий окурок Благодаря оперативным действиям сотрудников САЭС-сервис, пожар удалось локализовать до приезда пожарных Обращаю внимание собственников и нанимателей жилых помещений По недопустимости оставлять бросать тлеющие предметы, в том числе окурки и мусорные камеры Областной комиссией по регулированию социально-трудовых отношений были подведены итоги регионального этапа конкурса Российская организация высокой социальной эффективности Цель конкурса – привлечь общественное внимание к важности решения социальных вопросов в организациях Очень приятно, что многие организации города приняли участие в этом конкурсе И у нас есть победители Признаны победителями регионального этапа конкурса В номинации за развитие социального партнерства в организациях производственной сферы Первое место заняла Смоленская атомная станция Второе место – Атомтранс Безработица в городе составляет 0,65% В этом году число случаев жестокого обращения с детьми в Смоленской области снизилось почти на треть Об этом сообщили на выездном заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Рославле Участники заседания обсудили меры по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства На учете в органах соцзащиты состоят более 24 тысяч малообеспеченных семей Почти 6 тысяч многодетных и более 2,5 тысячи семей с детьми-инвалидами В этом году более 2 тысяч несовершеннолетних ребят прошли реабилитацию на базе детских соцзащитных организаций В Вязьме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход Водитель автомобиля Ниссан Тиида сбил 58-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части Пешеход госпитализирован, о его состоянии пока не сообщается Во вторник прошел молодежный исторический квест «Дорогами Победы» В нем приняли участие 5 команд Подробности далее в сюжете Игру для школьников города организовали сотрудники молодежного центра При поддержке Комитета по культуре администрации Десногорска Мероприятие было посвящено событиям Великой Отечественной войны на Смоленщине Участников игры приветствовала председатель Комитета по культуре Светлана Головачева Я вам желаю, всем желаю удачи, всем желаю почерпнуть побольше знаний, ну и всем желаю, конечно же, победы Участникам в этот день предстояло пройти шесть этапов Капитаны команд путем жеребьевки получили маршрутные листы Пункты назначения располагались в школах, в Доме детского творчества и на летней эстраде На каждом этапе ребятам предстояло выполнить задание Наиболее интересным, как отметили участники, оказалось задание «Допрос диверсанта» Очень интересное задание, необычное, я в первый раз прохожу Все участники команды работали и, ну, я думаю, неплохо За каждое выполненное правильно задание команды получали баллы Все ребята молодцы, очень активно участвуют в квесте, с интересом проходят наши испытания После подведения итогов первое место заняла команда школы номер три Студенты Смоленщины познакомились с предприятиями и их работой в рамках акции «Неделя без турникетов» Эта всероссийская акция проходит дважды в год Во время нее студенты могут не только познакомиться с особенностями инженерных профессий и рабочих специальностей Но и определиться с выбором будущего дела Росатом намерен развивать в России возобновляемую энергетику В течение следующих семи лет госкорпорация в партнерстве с голландской компанией «Лагервей» Построит на территории страны несколько ветропарков с суммарной мощностью 1,6 гигаватта Ветрогенератор мощностью 2,5 мегаватта позволяет сэкономить около 4 тысяч тонн угля ежегодно А значит не допустить всех тех вредных выбросов в атмосферу, которые образуются при их сгорании В ближайшие три года в России появится минимум 244 таких ветрогенератора О строительстве нескольких ветропарков с суммарной мощностью 610 мегаватт заявила госкорпорация «Росатом» На сегодняшний день именно атомщики обладают возможностями для развития этой отрасли энергетики Мы умеем производить электроэнергию, мы умеем реализовывать энергетические проекты в России Мы понимаем, что такое строить энергетические объекты Поверьте, атомная станция как сооружение это гораздо более сложный инженерный объект, чем энергоустановка Тем не менее мы и с этим справляемся Производство будущих ветрогенераторов минимум на 65% будет осуществляться в России И для этого у «Росатома» тоже все есть Машиностроительный дивизион является крупнейшим в стране и безусловным лидером как по масштабу деятельности, так и по номенклатуре выпускаемой продукции Мы провели короткий анализ и поняли, что без особо больших инвестиций на имеющемся оборудовании С имеющимися компетенциями у людей, которые работают на этом оборудовании Мы спокойно можем там выпускать оборудование для ветроэнергетики В ближайшие месяцы в Волгодонском филиале «Атоммаша» начнется подготовка производственных площадей для выпуска комплектующих для ветровых станций Гондол, ступиц и генераторов Чуть позже на одном из дочерних предприятий госкорпорации наладят изготовление углеволоконных лопастей для ветроустановок И то и другое пополнит список неядерных бизнесов «Росатома», развитие которых является стратегической целью Мы стремимся к тому, чтобы к 30-му году доля новых продуктов в нашей выручке была 30% Такой приличный кусок, чтобы он был, это должны быть правда эффективные продукты В том, что ветроустановки окажутся эффективным продуктом, сомнений нет В мире доля энергии, которая производится с их помощью, ежегодно растет А вот в России, обладающей наибольшим ветроэнергетическим потенциалом, эта отрасль пока в зачаточном состоянии И «Росатому», как никому другому, по силам сократить это отставание Это все новости на сегодня С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Спасибо за внимание, до свидания